13 мая в Лондоне состоялся турнир Bellator 281. В предварительном карде Оливер Энкамп добавил в свою коллекцию победу редким приемом под названием «Коляска». Задушен был Марк Леммингер. Ранее, в октябре 2020-го, от творчества шведа пострадал Эммануэль Дава, попавшийся на японский галстук. Порадовал ветеран Даниэль Вайхель, в первом раунде нокаутировавший Роба Уайтфорда. Не порадовал английский проспект Люк Трейнер, проигравший решением камерунцу Симону Бийонгу и испортивший экспрессы многим любителям делать ставки. Пол Дейли после очень непростого первого раунда собрался и нокаутировал бразильца Вандала Джакому. После боя британец планировал завершить карьеру. Вышла его мама, все было очень трогательно, но перчатки в центр клетки Дейли так и не положил. Англичане, как известно, уходят не прощаясь, а Пол Дейли, к счастью для болельщиков, прощается, но не уходит. Так что у нас сохраняется надежда на то, что противостояние Дейли Корешков все же случится. Японка Кана Ватанаба, несмотря на пропущенные тяжелые удары, сумела задушить Денис Килхольц и стала одной из основных претенденток на титул в наилегчайшем весе. Фабиан Эдвардс порадовал лондонскую кублику буквально одной левой, нокаутировав вернувшегося в средний вес Лиото Мачидо и сохранив за собой четвертую позицию рейтинга лучших бойцов дивизиона до 84 килограммов. Что касается главного боя вечера за титул временного чемпиона в полусреднем весе между Майклом Пейджем и Логаном Сторли, то там все было очень вязко, с большим количеством борьбы от Сторли и редкими проблесками в стойке от Пейджа. Ставка на контроль без ущерба в итоге все же сыграла. Сторли победил раздельным решением судей, стал временным чемпионом Беллатора в полусреднем весе и теперь будет ждать возвращения в строй регулярного чемпиона Ярослава Амосова. Продолжение следует...